МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Краевическом музее состоялось открытие двух выставок. Библиотека искусств провела вечер, посвященный уходящему году литературы. 12 ноября около 16 часов в пожарную службу поступило сообщение о том, что в дачном кооперативе Созновый Бур произошло возгорание дома. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны строение было полностью охвачено огнем. В результате кровля и потолочное перекрытие уничтожены, стены повреждены. Жертв и травмированных нет, причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщает отдел надзорной деятельности. За прошедшую неделю на дорогах Устилимска произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Одно из них с пострадавшим. 11 ноября в 18 часов на улице Партизанской водитель автомобиля Ниссан Сани допустил столкновение с машиной Хонда Лога. В результате пострадал пассажир Хонды. Проводится проверка. Кроме того, сотрудниками ГАИ было зафиксировано 312 нарушений правил дорожного движения. Выявлены три автомобилистов, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба ГАИ. Вчера рабочее утро в администрации района началось с неочередного заседания Думы седьмого созыва. Какие темы стояли на повестке дня у парламентариев, расскажет Алена Калько. По традиции заседание районной Думы началось с гимна Российской Федерации. После чего народные избранники приступили к обсуждению повестки. Первой с докладом об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Устилимского района на 2016 год выступила заместитель председателя комитета по экономике и финансам Юлия Дзювина. Проектам решения предлагается в 2015 году создать правовые основания для составления и утверждения проекта местного бюджета на 2016 год. С приостановлением до 1 января 2016 года положение и положение в бюджетном процессе муниципального образования Устилимский район, утвержденное решением Думы 6 созыва 29 января 2015 года номер 45-1 в отношении планового периода, кроме прогноза социально-экономического развития и основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также внесение до 5 декабря 2015 года в Думу муниципального образования Устилимский район 7 созыва решения о местном бюджете на 2016 год. С приостановлением до 1 января 2016 года положение в бюджетном процессе муниципального образования Устилимский район, утвержденное решением Думы 6 созыва номер 43-1 от 29 января 2015 года, а внесение не позднее 15 ноября. Принятие решением Думы об особенной составлении и утверждении проекта бюджета муниципального образования Устилимский район на 2016 год не потребует признания утратившим силу приостановления либо изменения или принятия иных муниципальных правовых актов, а также не повлечет увеличение расходов бюджета муниципального образования Устилимский район. Проект был принят депутатами единогласно. Затем обсудили проект о согласовании назначения Юлии Морозовой на должность заместителя мэра района по социальным вопросам. До начала голосования председатель задал несколько вопросов кандидату. Вопрос по социальным защитам – это такой злободневный, нудный, ежедневный, ежечастный, требующий внимания. Как у вас настрой? Вы с этой работой знакомы, в принципе? В принципе, я знаком с этой работой. Настрой боевой. Боевой? Абсолютно боевой. На Благово-Устилимского района. Готовы служить. И разъединой характер работы у вас будет. Это неповлекательно. Потому что поселение у нас разбросано. От Тубы до Седанова 300 верст. Разъединой характер уже начался. Да, да, да. Да, вчера я уже проехала. Вот это хорошо, хорошо, хорошо. Познакомилась с директорами школ, зашла в детские сады, то есть посмотрела, чем живет образование. Что у нас есть и чего у нас нет, да? Хорошо. Рекомендации кандидату дал и мэр района Яков Макаров. Юлия Николаевна имеет большой руководительский опыт. Значит, в этом работа в администрации показала себя только с хорошей стороны. То есть целый год она работала у нас в отделе кадров. По морально-деловым, этическим нормам полностью человек соответствует данной работе. Поэтому я ее рекомендую согласовать. Уверен, что она полностью оправдает все наши надежды. Большинством голосов Юлия Морозова принята на должность заместителя мэра района по социальным вопросам. Алена Калько, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Вступил в законную силу приговор в отношении двух устилинцев, осужденных за незаконную добычу рыбы в местах нереста. Преступление было совершено в мае этого года, то есть в период действия запрета на добычу хариуса. Два молодых человека в районе лодочного причала поселка Кеуль, являющегося местом нереста и миграционным путем к нему, установили рыболовную сеть и незаконно добыли хариус. В судебном заседании свою вину осужденные признали. Приговором городского суда рыболовам назначено наказание. Штраф в размере 20 тысяч рублей. Пресс-служба Устилимского городского суда. Интернет-грамотность век нанотехнологии – одно из важнейших умений современного человека. С помощью всемирной сети можно в одно нажатие мышки оказаться в любой точке земного шара, пообщаться с любым человеком. Со 2 по 10 ноября на базе школы номер 15 проходили курсы для пенсионеров и инвалидов, на которых их обучали пользоваться интернетом. На последнем занятии побывала наша съемочная группа. Интернет – это царство безграничных возможностей. Клик мышкой – и ты уже наблюдаешь за жизнью любого города мира в режиме реального времени. С помощью той же всемирной паутины можно общаться с людьми с разных концов света. Возможности интернета велики, но, к сожалению, не все могут им воспользоваться. С начала ноября на базе 15-й школы для пенсионеров и инвалидов были организованы курсы интернет-грамотности. Сергей Капкан рассказал нам о том, какие навыки осваивали ученики. Мы касались раскрытия возможностей интернета, рассказали о технологиях, о новшествах, которые сегодня там есть, научились ими пользоваться на практике. Конечно же, тот курс, который мы прошли, он маловат для людей, у которых нет базы. Но, тем не менее, многие отсюда ушли с новыми навыками, новыми знаниями. И меня, как основного преподавателя этих курсов, очень сильно радует. Успехом учеников радовалась и Светлана Собецкая, создатель проекта с компьютером по жизни, который она разработала специально для пожилых людей и инвалидов. В мае этого года администрация города проводила конкурс социальных проектов, где разработка Светланы Дмитриевны получила грант. С октября она начала воплощаться в жизнь. Слушатели курса на занятиях открывали для себя много нового. Кто-то впервые постигал компьютерные азы. Вот, например, Ольге Басак дети не так давно подарили компьютер. Теперь она не только знает, как пользоваться устройством, но и осваивает всемирную сеть. Скажите, пожалуйста, почему вы решили пойти на эти курсы? Ну, во-первых, они бы как бы для общения мне. У нас родственники есть не только в Уст-Илимске, есть и в других городах. По скайпу общаемся. Мне так было вообще интересно. Ну, зайду какую-то программу посмотреть. Я уже никто бы не все знает, хоть я много прожила. Там, как вам сказать, рукоделии хорошие могли бы смотреть. Хотя сейчас уже я, ну, что-то приготовить. Сложно было учиться? Сложно. Сложно. Особенно для моего возраста, конечно, сложно. Молодые как-то, конечно, они быстрее скальтуют, чем мы. У нас мышление не то, что молодое, конечно. Тяжело. Ну, ничего, получается. Как вы думаете, для пенсионеров полезны такие курсы? Конечно, полезны. Очень тоже полезны. Да и я вообще призываю, чтобы как можно больше пенсионеров участвовать в интернете. На курсы пришли и те, кто уже умеет пользоваться интернетом. Им хочется пополнить свои знания. Ведь возможности интернета постоянно растут. Хотя я уже и что-то умела делать, и пользовалась, но сегодня теория для меня оказалась, конечно, очень полезной. Потому что прежде чем войти, мы знали, говорю, что мы как это войти, но как это называется, я хочу сказать, что браузер, говорю, я теперь знаю, что такое браузер, знаю. Какие программы есть браузера, есть поисковые, какие программы. Теория сегодня, сегодняшний день много чего дала. Расскажите, что нового вы приобрели, пройдя курс обучения? Ну, с интернетом, конечно, я давно знаком, еще с 93-го года. Работа, соответственно, была связана с интернетом. Пользовался электронной почтой, потом перешел на скайп. Но, тем не менее, значит, интернета возможности очень большие. Зачастую человек пользуется, может быть, там 5-10% его возможностей. Вот. Значит, я про закладки слышал, здесь как бы обратил внимание, что очень полезное дело, что раньше мне приходилось сайты как бы разыскивать изначально, то есть терялось много времени. Сейчас по закладкам, так сказать, оперативно, быстро приходится что-то находить. Потом дальше это вот централизованное хранение файлов. Это тоже, значит, флешки мы знаем, что зачастую теряем или не хватает памяти у них. Эту информацию можем получить с любой точки. Значит, имея компьютер, получить и видео свои, значит, объемные файлы, значит, и фотографии. Это очень полезное дело. Сейчас что нового здесь еще подключу. Это вот социальная сеть. Я с ней не был, как бы так, знаком. Вот. Ну, возможности, какие там, значит, понравились. Это, значит, именно общение в группах. То есть можно по интересам. Значит, я люблю, допустим, путешествовать. Можно, значит, определиться за определенное время, значит, подготовиться, значит, с ребятами оговорить, значит, когда и что, и куда можно поехать, значит, и посетить. И как раз можно именно подготовиться на удаление. 10 ноября состоялось заключительное занятие, на котором его слушателям вручили сертификаты. Мы надеемся, что, окончив курсы, наши сегодняшние герои станут продвинутыми пользователями интернета и откроют для себя новые стороны современного мира. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Управлением пенсионного фонда в городе и районе принято 1200 заявлений от владельцев сертификатов на материнский капитал, желающих получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Напоминаем, что данная мера носит временный характер. Заявление возможно подать не позднее 31 марта 2016 года в управление ПФР по месту жительства или через многофункциональный центр. Средства перечисляются единым платежом на указанный счет в течение двух месяцев с момента подачи заявления. По информации пресс-службы губернатора региона, до 20 ноября 2015 года в центрах занятости Иркутской области проходит декада «Женщины и занятость». Она включает мероприятия, направленные на обучение женщин навыкам общения с работодателями, активного и самостоятельного поиска работы, участие в собеседованиях, составлении профессионального резюме. В программе декады – мини-ярмарки, вакансии, семинары и тренинги, деловая женщина и так далее. 10 ноября в Краевическом музее состоялось открытие двух выставок – работ школы для взрослых и международной под названием «Тепло Байкала». Подробности в материале Алену Фьяктистовой. Краевический музей – место, где встречаются любители народного творчества и родного края. Первой музейщики представили выставку работ «Школы для взрослых», которая действует при декоративно-прикладном отделении «Школы искусств номер 2» с 2001 года. На протяжении 15 лет устелинцы осваивают ремесла. Кто-то, завершив обучение, приходит заниматься снова. На стендах представлены работы, выполненные в разных техниках – резьба и роспись по дереву, грестяное, кукольное и гончарное дело, ручное ткачество, вязаные крючком изделия, работы из бисера, картины. Сотрудник музея Елена Труфанова рассказала о «Школе для взрослых», о достижениях, поименно представила учеников. Татьяна Волкова, директор «Школы искусств номер 2», поздравила мастеров с открытием выставки. Мы очень любим вас, мы очень ценим вас за то, что вы такие неравнодушные, за то, что вы такие неленивые, за то, что вы так рационально используете свое личное время. И за то, что вы все трудитесь, учитесь этим искусством и становитесь интересными нам всем, потому что мы с удовольствием посещаем ваши выставки, смотрим ваши работы и видим, как многие из вас, научившись чему-то одному, переходят к другому виду творчества, что вы реализуете свой творческий потенциал. Это очень приятно. Поэтому я хочу поблагодарить Краеведческий музей за то, что он предоставляет нам такую замечательную возможность выставлять ваши работы, чтобы любоваться могли этим не только мы, но и все наши гости, жители города. И это очень хорошо, это замечательно. Поэтому трудитесь, творите, а мы будем наслаждаться вашим творчеством. Спасибо. Как правило, мероприятие не обходится без сюрпризов и подарков. Ими стали песенные номера юных исполнителей. Песня «Балалайка, балалайка, завершенная играйка, ты игра, играечка, а в чудо балалайечка». Во второй части мероприятия гостей пригласили в выставочный зал, где они могли насладиться видами озера Байкал. На огромном холсте расположились маленькие панно с сюжетами о жемчужине Сибири. Идея собрать такую красоту в одно полотно родилась у Нины Ирбулатовой. В нашей съемочной группе она рассказала, как создавалась работа. В этом проекте поучаствовало 77 мастеров из 7 стран. То есть у нас здесь Белоруссия, кроме России, Белоруссия, Молдова, США, Германия. Вот 7 стран мы поучаствовали в этом проекте. Откликнулись, знаете, первые мастера, ну кроме того, что здесь, конечно, все территории нашей области поучаствовали, но кроме этого еще и первые мастера нашего российского войлока. В экспозиции представлены практически все методы работы, приемы работы с войлоком. То есть это не только панно дружбы, потому что после того, как родилась идея этого панно, и она стала осуществляться, люди захотели еще и встретиться все вместе. И мы, то есть вот эта идея встречи-то у меня была первоначальная, но поскольку я посчитала ее не совсем реальной, я предложила валяйщицам поучаствовать в таком заочном проекте. Но они сказали, что нет. Мы давно уже хотели на Байкал, и в августе этого года у нас из пяти стран опять съехались люди на Байкале, и мы вместе каждый день 10 дней валяли. И моя заветная мечта, чтобы валяльщики приехали на Байкал, и мы вместе поработали, вот это мое, это осуществление моей мечты. Поэтому я его, конечно, оно для меня родное. Вот я на каждый квадратик смотрю, я знаю, что вот это из Соединенных Штатов Эмилии, это из Башкирии, это вот братская наша девочка. То есть вот каждый квадратик для меня – это человек, это друг, это товарищ, это единомышленник, с которым я могу всегда списаться, что-то спросить, что-то уточнить, о чём-то поговорить. Это очень тёплая получилась работа. После торжественной части тёплых речей и обмена подарками, валяльщицы провели мастер-классы для любителей и новичков, которым интересен этот вид рукоделия. У Нины Степановны уже есть идеи других проектов. Она планирует реализовать их в ближайшее время. Но ощутить тепло Байкала устилимцы смогут на выставке, которая продлится до середины декабря. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа, Северный город. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон, который будет приостанавливать действия водительских удостоверений, если у гражданина есть задолженность по алиментам и административным штрафам на сумму больше 10 тысяч рублей. Об этом не плательщиков, уведомят судебные приставы. Пользоваться водительским удостоверением можно будет сразу после погашения долгов. По данным издания automail.ru, под действием нового закона могут попасть почти полмиллиона граждан России. 12 ноября в Библиотеке искусств стартовал цикл творческих встреч, посвященных поэзии Серебряного века. В импровизированном арт-кафе «Силуэт» школьников ждал музыкально-поэтический микс. Организовали встречу работники Библиотеки искусств, коллектив учащихся и преподавателей лицея. Программу они подготовили насыщенную. По описанию ребята должны были определить, о каком поэте идет речь. Начаренные школьники быстро справлялись с заданиями. Гостям мероприятия, посвященного уходящему году литературы, предложили перенестись в Серебряный век. Оказалось, нынешняя молодежь любит читать. Ребята знакомы с творчеством многих поэтов. Услышав новые для себя произведения, по стилю и эмоциональной окраске могут определить его автора. Милый грех, милый спутник и враг мой милый, Ты в глаза мне вбрызнул смех, ты, мазур, ты мне вбрызнул живой. Научил не хранить кольца, с кем бы жизнь меня не венчала. Начинать наугад с конца и кончать еще до начала. Быть как стебель, быть как сталь, в жизни, где мы так мало можем. С шоколадом лечить печаль и смеяться лицом захожим. Ну что, узнали знаменитую поэтессу? Светлая Мазель. Верно. Также исполнялись песни и романсы популярных поэтесс. Мне нравится, что нужно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись с рукавами. Галина Шашкеева, работник библиотеки, рассказала съемочной группе Северного города о цикле творческих встреч. 2015 год объявлен Годом литературы. И этот год подходит к концу. Завершить мы его хотим циклом творческих встреч, посвященных искусству, поэзии Серебряного века. Серебряный век замечательен тем, что он нам подарил целую плеяду гениальных поэтов и художников, выдающихся личностей. Мы хотим привлечь внимание молодежи к культуре Серебряного века и прежде всего к поэзии. Поэтому в течение всего ноября будем предлагать старшеклассникам в разном формате музыкально-поэтические встречи, видеоэкскурсии, литературные часы. Завершит цикл творческих встреч «Вечер романцев» на стихи поэтов Серебряного века в музыкальной гостиной будем знакомы. Сегодня мы пригласили гостей в импровизированное арт-кафе на музыкально-поэтический микс Серебряного века силуэт. Микс организовали сотрудники библиотеки искусств, коллектив учащихся и преподавателей городского лицея. Это наш первый совместный проект и получился он, как нам кажется, интересным. Вечер понравился ребятам. Они еще долго читали стихи. Была исполнена не одна песня. Подобные мероприятия помогают школьникам изучать поэзию классиков, знакомиться с произведениями современных авторов, приобщаться к сокровищам мировой литературы. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». В состав сборной России на 31-е летние Олимпийские игры, которые пройдут в Бразилии в 2016 году, могут попасть 16 спортсменов из Иркутска области. Олимпийский комитет России разместил на своем сайте список кандидатов в национальную команду для участия в главном старте четырехлетия. Об этом сообщает Иркутск Медиа со ссылкой на ОКР. На этом «Северный город» прощается с вами до понедельника. Хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин